всем большой большой привет из прекрасного теплого конца сентября у нас стоит какая-то дивная погода солнечное теплое реально как будто лето продолжается правда один холодный день было пасмурно холодно и у нас ровно в этот день отключили электричество мы конечно под промерзли тут немножко но в целом все прекрасно и я просто наслаждаюсь этой дачной жизнью этой осенью мне очень нравится вообще никуда не хочется выходить ребят вот честно сидела у себя на своем участке вот в этом своем кресле которые мне подарили ребята и это полное наслаждение какое-то я забронировала зимнюю поездку нашим детям это будет наш подарок на новый год купила билеты до бангкока там они доедут до паттайи и отель будет ровно тот же который у нас был весной магадан нам там очень понравилось и я посоветовала детям жить ровно там же причем там будут жить и старшие и младшие говорю с вас плату буду снимать будете мне маленькие коротенькие видео из триланда посылать очень хочется прочувствовать опять эту атмосферу ну и владику помогаю бронировать их тоже зимнюю поездку с машей часть их поездки будет в индии поэтому делюсь какими-то своими контактами которые я убрала в разных отелях он там списывается с отелями ну и думаю напишу мускан горе мускан может быть ты мне что-то посоветуешь может быть что-то новое появилось например или там ну цены какие-то более интересные найдешь она говорит я с удовольствием помогла но сейчас нахожусь не в гуа в штате пенджаб муж попал в больницу муж как-то серьезно заболел горит решу эти проблемы и тебе напишу так что держу кулачки чтобы у них все было хорошо вот дальше у нас будет самый простой влог ни о чем и обо всем одновременно просто обычная жизнь обычных людей поехали у нас сегодня выключили электричество ну там ремонтные работы на даче нас предупреждали игорь приехал завтракать я-то кофе покрывать а игорь он там начинает у нас набирать всякие вкусности собачку долгостишь и гердина и облизывается смотрите запахов облизывается мне кофе только капучино без сахара возьми смотри так сиди спокойно татар ты в приличном месте сеть вот игорь пирожок покоя не дает я конечно мой тазик кофе игорь и пирожок тамарин пирожок кофе берет а тапочки ничего не купил ну и игорь геннадий ну как ты мог мы ее сейчас угостим все равно уже осень чувствуется 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 осень уже последние ягоды так по-моему я там чью-то машину услышала дитё дитё приехала ты так с этой с музыкой со звуком подъезжаешь привет солнце маша у бабушки что ли да маша у бабушки на юге города если что можно было в сервис мы мерзнем нас холодно да игорь геннадь без отопления холодно края там нет такая язык как бы а если у вас где-то что-то сломалось срочно зовите владика он обязательно все починить я боюсь и не починю сейчас а мне кажется починишь ты всегда все чинишь да 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 если вы уже договаривались по доставке туда ну и даже если не договаривались стоит из-за дела логистика грузки в маршрутном листе не знаю как дмитрий там это смотрел уточнил вот то соответственно где-то на днях должны связаться вот задел логистики сориентировать вас возможным датам доставки все владик уехал игорь тоже там поехал по делам сейчас так странно дома сидеть без электричества все-таки говорю здесь здесь тафа все-таки электричество вода интернет три кита сегодня не вайфай не работает воды горячей нет потому что у нас дома бойлер в общем странное такое состояние а камин мы боимся включать помните я вам говорила что у нас очень просел пол и надо мастер вызывать пока еще не вызвали пора видимо пора хотя игорь говорит что все нормально но мне страшного звезда такая дыра появилась я боюсь что там с трубой что-то не то потому что частично пол просел из-за того что мы с фундаментом тут мудрили ладно надеюсь что скоро дадут электричество мы уже 8 часов без него а то не чайник не подогреть не еду не приготовить потому что у нас электрические плитки газа нет здесь у нас сегодня ужин при свечах по неволе романтик холодно темно и без интернета а самое интересное что в городе сегодня на весь день воду отключали да там тоже прислали сообщение что в городе весь день воды нет цвета нет тофе залезай 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 давай залезай давай 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 вот умничка да вот ты моя умница залезла к сумочке к саре так мы везем цветы домой сегодня приходится специально ехать в город для того чтобы полить цветы но заодно уже начинаю кое-что с перевозить вот цветы в частности пока еще стоит теплющая погода сегодня вообще плюс 20 так хорошо так классно я надеюсь что еще дверью грохнул я надеюсь что еще подержится такая прекрасная погода и в общем на даче пока прекрасно ну и куда же мы без нас и рыжести рыжесть я хотела попросить тему заехать спалить цветы но они что-то снасти разболелись не буду уже дергать сами съездим в среднем раз 10-12 дней надо это делать конечно солнышко рыже помогать нам едет я сейчас кое-какие вещи собирала но те которые уже постепенно домой перевозить винтик услышал что я начинаю пакеты собирать там вещи собирать все исчез винтика не найти вот так всегда у нас самое сложное когда мы уезжаем с дачи найти 1 скотов это винтика вот как хорошо что приехали все уже вянет цветок сейчас быстренько буду поливать все перевезла с дачи фикуса и помните я черенковала в начале весны вот такие они у меня уже красавцы выросли ведь на даче пересадила в новые горшки в большие в новую землю так что мне скоро будет фикусовый сад девушки кто меня спрашивал про мою самую первую картину которая нарисовала рыбу вот она это я маслом нарисовала причем не нечем было разводить масло я вот это все разводила подсолнечным маслом ребят у нас плюшевая игрушка все не в ресторане мы супер им спрашиваем можно из плюшевой игрушки к вам зайти на 5 важную рыбу зашли у дома долгарит без проблем там водичку принесли или собачки когда плюшевые игрушки по ресторанам ходят так это у нас мохито малиновой безалкогольный зайка наша сидит преданно ждет не гавкнет и сумочки не вылезет как вкопанная там так с ней легко можно везде ходить все-таки нам попалась идеальная собака и бергенович заканчивай работать посмотри как темно на улице время же 10 часов вечера убери телефон побери говорю все ура ура это все сидит в телефоне посмотрю тебя дочь рядом видишь вижу вот она очень сильно ролла ждет и водичку принесли она очень терпелива она вообще все терпеливо делает если тафы сумочки то все тафы не видно не знаю как она час утра вытаскивает на первый этаж что утром жить поскорее да но она хитрая потому что спала у нас у тафы новая привычка она утром просыпается и со второго этажа бежит на 1 на 1 этаж она спуститься может она 2 подняться не может стоит у своей виске лает чтобы я встала и и покормила мне теперь приходится рано утром вставать маму дрессируй вы дрессированы я уже да 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 именно так именно так ты грим взяли по полтора набора то есть мне ему и пополам а нам еще в подарок рову принесли кто-то кому-то очень хочется тоже если как геннадь прям сил нет как целый набор все спасибо этому месту был очень вкусный бегать тебе понравилось важная рыба не подвела все было опять очень вкусно и как в городе оказывается сразу меня тащит суши есть суши голод суши голод у меня бывает но я что-то этим летом его редко ловлю ты меня в основном затаскиваешь а так бывает все поехали на дачу поехали едем уже в темноте ребенок умаялся спит рядом со мной маленькая эльфийская девочка тут ходит и большой совсем не эльфийский мальчик как всегда встречает машину кто тут у нас опять на кресле дрыхнет глаза смотри игры не открываются у него ты свет включила ребенок то спал игр очень активно занимается стройкой но он и всегда активно и занимался как вы видели но сейчас это все идет ускоренном темпе потому что сроки поджимают холота все-таки придут и к тому времени нам надо закрыть дом чтобы была крыша и окна вот со сроками подводят ребята то одни то другие то обещают одно количество работников то приезжают совершенно другое то одни договоренности слетают общем игорь в последние дни был очень нервный все волновался пытался все организовать но вроде сейчас дело пошло он немножко расслабился ночью я ему помогу помочь ему только что-то вкусненькое приготовить погладить по голове и сказать ты молодец ты справишься конечно справиться даже у меня сомнений в этом нет сейчас он опять куда-то поехал по строительным делам с крышей что-то какой-то договор заключающим не знаю я так поверхностно в этого все вникают тоже все равно не разбираюсь но и недавно он есть в настройку я хотела поехать с ним но не успела работы было много не рассчитала времени успела с ним поехать горе с ними мне хотя бы что там происходит хочу посмотреть в общем он походил по второму этажу с владиком поснимал видео для меня я думаю если на меня поснимал я вам покажу посмотрите что у нас там меняется поехали ну вот наша стройка тут даже ступенички сделали о красота тут у нас будущее гардеробная здесь туалет потом будет туда дальше лесенка вот смотри вот 28 сантиметров ступенька упасть бы вроде как а когда опалубки не будет у тебя и нога будет сюда дальше как бы становиться то есть это будет все равно 28 но до трести наверно да наверно да ну то есть ну в принципе вот без этой условно ну тут плитка да тут плитка или не знаю что но размер тот же самый мы оставим тем же самым останется вообще я тут читал про лестницы и как раз размер ступеньки нормальные от 28 до 36 сантиметров считается но где сделали 28 потому что вот у меня 45 штопок грубо говоря вот минус опалубка да нет нормально но я тоже думаю нормально такое ощущение потому что тут сзади вот эта палка здесь она отсюда торчит ну потому что вот ту площадку уже делать тоже не камильфо да ну там видишь ступени забежные здесь то все прямые а там забежные там они уголком вот тут мамин кабинет прям красота да да но тут такой прям холл холл хороший такой а сколько тут метров то раз два три четыре пять с половиной наверное на пять тут квадратов двадцать восемь да и окна такие большие красота будет пойдем дальше посмотрим да это труба камина будет здесь а смотри здесь какой нюанс здесь ну как тут я не знаю здесь что-то не пошло не так видишь стена какая нет этот момент мы еще обсуждали с прорабом он говорит тут у тебя переход с одной толщины на другую этого газобетона и раньше мы с ним обсуждали и тут как-то не получалось одинаково сделать потому что вот здесь трехсотый газобетон вот а а там четырехсотый нет теоретически здесь здесь можно выровнять эту стену вот но я посмотрел на эти штуки и их можно наоборот как использовать вот они с той стороны то же самое ну да тут вопрос уже дизайна в общем это как-то можно обыграть да это заштукатурить по идее если хочется то можно здесь будет душевая и туалет но это же совмещенный санузел ванна-туалет да он тут рядом будет конечно но я тоже думаю что да пусть будет два совмещенных но да вот здесь вот комната не очень маленькая ну вообще а тут не либо кровать в окна тут почти по любому кровать в окна почему ну либо она вот так либо она вот так а ну да тут всегда чуть-чуть странно выглядит что у тебе в голове кровати а за ним окно такое это прикольно вообще-то на самом деле знаешь будет как это как маленькая модель типа кровать здесь две прикроватные тумбочки вот так вот аккуратненько стоят и все это маленькая выйти на таком это гардеробная гардеробная тоже у нас такая хитрая стенка вот здесь возможно выравнивать придется потому что для гардеробной она будет неудобно по двум стенам стеллажи до может не надо ее выравнивать может ты просто делаешь с учетом вот отсюда ну наверное да полки просто сделать вот это мне помещение нравится вот здесь у меня в голове стоит здесь ванна да ну да пылесос швабра ведро вот такая комната очень удобно вот эта комната с тремя окнами самая непонятная комната на самом деле тут справа теле ой справа кровать где-то ну наверно вот грубо говоря у тебя по правой стене кровать а где-то вот там висит телевизор наверное ну наверно так и небольшой комнату с тремя окнами еще прикольно панорамная но это вот комната в принципе она отражение той комнаты да и тут тоже вопрос идеале конечно вот сюда поставить чтобы вид был на окно ну да ладно потом придумаем как тут сделать и вот здесь тоже перила нужны а вот здесь я я так что-то в голове у меня вот плиткой красивой плиткой вот эту всю стену вот над лестницей заложить чтобы ее было видно из гостиной ну прямо вот от площадки от лестничной до самого верха заложить плиткой крупного формата да 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 я понял ну какой-нибудь там да 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 я вот недавно в петрович и видел красивую плитку сейчас прям такой керамогранит некоторые смотришь он настолько естественный красивый рисунок вот петрович и я audi удивился вроде магазин такой чисто строительный а там такие декоры красивые были гостиная конечно вот эта колонна навевает грусть федор тут сказал ну говорит потом говорит найдете какого-нибудь конструктора который посчитает ваши вот это перекрытие и снесете эту колонну я говорю да спасибо федор за совет где ты был раньше а раньше я им задавал вопрос посчитайте перекрытие нет 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 обязательно колонну надо могли бы туда свою любимую балку 500 что там 260 ладно как-нибудь обыграем что-то надо придумать ну жаль конечно она делит так помещение большое это спальня мастер спальня но условно это окно дублируется теми малыми окнами но вот так они рисовали теоретически при желании можно вот это окно увеличить хорошему она тут вообще не нужно слушай а скорее всего это скорее всего это и будет именно эта комната возможно будет дырка в стене до да тут люфт для человека чтобы отлуживать это будет прикольно подвести туда вытяжку и чтобы она там постоянно молотила чтобы у вас дома не падла а есть тут да тут есть о ну вот тем более главное чтобы только оттуда этот запах по дому не размочился надо прям чтобы была хорошая продуктная система вентиляции но смысл в том чтобы у тебя просто вот в этой комнате постоянно работала вытяжка тихоненький какой-нибудь большой вентилятор с маленькими оборотами чтобы он тут постоянно подсосывал тут все равно больно так будет тепло тепло тут же газовый котел здесь можно будет шкафчик поставить как вот у нас раковина ну да сделано чтобы где была подведена вытяжка момент такой значит не обязательно вытяжка здесь достаточно на мой взгляд сделать здесь шкафчик в котором будет лоток кошачий а поскольку это бойлерная то есть равно этому помещению нужно будет вентиляция и вот вероятнее всего где-то там на этой стене то есть это задняя у нас стена над дверью например поставить этот вентиляционный канал в стене прямо в газовой бойлерной должен быть выход по всем нормам да то есть иначе просто там даже согласование невозможно то есть все равно здесь вентиляцию придется делать поэтому но на самом деле можно и провести этот вент канал также вывести на через стену на улицу но нюанс в том что не будет ли к там холодно да нет не будет холл ну да да вода конечно стоит ее надо как-то откачать будет это когда уже крыша будет то что сейчас бесполезно откачивать дожди еще придут я печка ну наверное при входе ну да 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 но жердко это угло углом эти полки ну да но в какой-то небольшой сяду уголочек видимо что не от печки от печки но с каким-то но с каким-то расстоянием от печки разумеется да скорее сюда вот это а вот здесь мысль была такая вот здесь душевую вот прямо вот где-то тут еще должна быть раковина и унитаз полагаю до раковина напротив двери унитаз вот до печки будет ну вот такой небольшой влог у нас сегодня получился скоро увидимся всем пока до встречи